Субтитры создавал DimaTorzok 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 Д. же слышал об этом в Сарове от Инека, весьма престарелого, который сам Д. был свидетелем этого события и умер вскоре после того, как передал о нем Д. бывшему тогда еще моряку. Как мне лично не кажется рассказ этот маловероятным, я решаюсь передать его как интересную легенду о столь интересных лицах. В 1825 году, или в один из ближайших к этой эпохе годов, старец Серафим однажды обнаружил будто бы какое-то беспокойство, замеченное монахом, рассказавшим об этом впоследствии моряку Д. Он точно ожидал какого-то гостя, прибирал свою келью, собственноручно подмел ее веником. Д. действительно, под вечер в Саровскую пустынь прискакал на тройке военный и пришел в келью отца Серафима. Кто был этот военный, никому не было известно. Никаких предварительных предупреждений о приезде незнакомца сделан не было. Между тем, великий старец поспешил навстречу гостя на крыльцо, поклонился ему в ноги и приветствовал его словами. «Здравствуй, великий государь!» Затем, взяв приезжего за руку, отец Серафим повел его в свою келью, где заперся с ним. Они пробыли там вдвоем в уединенной беседе часа два-три. Когда они вышли вместе из кельи, и посетитель отошел уже от крыльца, старец сказал ему вслед. «Сделай же, государь, так, как я тебе говорил». Такова легенда. Конец цитаты. Как видим, сам автор считает это событие маловероятным. Кроме того, поселянин ничего не сообщает о содержании беседы между старцем и императором. Да и не мог сообщить, ибо она шла без свидетелей. Вообще представляется странным, что искомое предсказание, если оно было, не указывается в воспоминаниях того же Матавилова, который был весьма близок к преподобному и жаден до пророчеств. Так что, не удовлетворившись высказаниями старца, придумал собственное. Здесь вместо сказать, что беседы из речения Серафима Саровского едва ли с кем стенографировались. Следует учитывать это обстоятельство при чтении житий, поучений и предсказаний старца, записанных разными авторами в разное время, которое, наверное, правильно будет считать вольными пересказами того, что люди, общавшиеся с преподобным, запомнили и как они это поняли. Причем не всегда издатели были честны. Так, например, в поздних жизнеписаниях святого появляются вставки, направленные на борьбу со старовлянчеством, составитель Николай Васильевич Елаген. Уже пророчества, принадлежавшие личному Матавилову, приписываются преподобному Серафиму, среди которых пророчества о всеславянском царстве Гога-Магога, о рождении Антихриста между Петербургом и Москвой, созыве Восьмого Вселенского Собора для окончательного проклятия всего масонства и всех подобных партий, о том, что евреи и славяне судят два народа в суде Божьих, прочие же все народы, как бы слюна которой извереный Господь, искусство их и так далее. Дело в том, что у преподобного Серафима трудная судьба в русской церковной истории. Во-первых, потому что, это, наверное, известно любому церковному человеку, наши храмы – это всегда как светильники, привлекающие мотыльков, а именно любой храм привлекает душевно больных людей. А особенно, когда батюшка яркий, интересный, сам батюшка, духовный, благодатный, вокруг него такие инвалиды духовной войны начинают роиться тучами. Вспомним секту Иоаннитов, возникшую вокруг отца Иоанна Кронштадтского. Вот нечто подобное происходило и с отцом Серафимом. Крестом историческим, не личным, может быть, при жизни, а историческим крестом отца Серафима стало то, что его служкой оказался господин Матавилов, психически больной человек. И, соответственно, очень многие домосты, автором которых был Матавилов, Матавилов приписывал батюшке. Опубликованы сейчас архивы многие, в частности, опубликованы, в том числе и Дивеевским монастырем, письма, которые Матавилов писал русским государям, Николаю Первому и Александру Второму. Конечно, это действительно бред сумасшедший. Скажем, он заявляет, батюшка Серафим требовал, чтобы ты, государь, передал такую-то икону Божьей Матери в благословение, простите, я не помню, кому сейчас, но это был командующий войсками южноамериканских штатов, как бы рабоволюбческих. Небольшие сопоставления дат показывают, что отец Серафим скончался за 30 лет до гражданской войны в США. А Матавилов, как ни в чем не бывало, продолжает от имени батюшки вещать и 30 лет спустя, в защиту рабоволюбцев почему-то. Там идут тексты типа «Будет восьмой Вселенский собор, на котором православные и католики объединятся воедино, и это будет торжество истины, а перед этим будет огромная мировая война, но Господь французам дарует победу за их благочестие и почитание Лурдской Божьей Матери». То есть вообще идет проповедь супер-кумунизма. Идут какие-то вещи типа того, что Москва и Петербург сольются в один город, и в центре этого города, в Балагом, очевидно, родится Антихрист. Дальше, что все народы славянские сольются в один город, что Константинополь будет наш, и так далее, и тому подобное. То есть идут чисто авторские вещи, которые Матавилов приписывает старцу Серафиму. Обратите внимание, единственный действительно достоверный, трезвый источник о жизни и учении преподобного Серафима Саровского – это книга святителя Серафима Чичагова «Серафима Дивеевской летописи». В этой книге ни одной ссылки на Матавилова нет, как, кстати, и на Нилуса тоже. Святитель Серафим терпеть не мог Нилуса, именно как квалификатора и мистификатора. Дальше, например. Недавно в Москве вышла книжка «Отца Всеволодорожко». Книга просто называется «Преподобный Серафим Саровский». Эта книга интересна тем, что она содержит в себе историю мифа о преподобном Серафиме Саровском. То есть что делает автор? Он берет наиболее древние свидетельства о батюшке, рассказы Дивеевских сестер, измельничной общины и так далее, а потом, смотря, как одни и те же рассказы дополнялись новыми деталями с течением лет и сравнивает эти позднейшие напластования детали с изначальным рассказом. И вот, например, выясняется, что слова преподобного Серафима насчет канавки, что канавка Божьей Матери, вот антихрист не одолеет ее. Эти слова действительно батюшке принадлежат. Батюшка такое говорила. Но контекст оказывается следующий. Под антихристом преподобный Серафим имел в виду правящего архиерея всего лишь нас. Сюжет был таков. Как известно, идею, инициативу отца Серафима не одобрило и пархиальное, и снадальное начальство. Создание этой женской общины, мельничной, диверской. Дело в том, что это, конечно, антиканонично. По канонам церковным недопустимо существование смешанных монастырей, мужских и женских. По этим причинам ни деятельность преподобного Серафима в этом направлении, ни деятельность позднее преподобного Авросия Оптинского по созданию Шмардинской хустыни не были одобряемы и пархиальным, и петербургским, и снадальным священном начале. Сестры об этом знали. Ну, помните, там жесткая система оборотурорского надзора и так далее. И, соответственно, сестры переживали. Вот пока батюшка с нами, да, мы батюшка с тобой, казаками на стену. А вот Господь возьмет тебя к себе, как нам здесь с сиротком-то оставаться? А батюшка говорит, вы не бойтесь, это вы обживаете, строите стену, строите канавку и так далее. Вот дает даже сам пример, с лопатой идет копать эту канавку, начинает батюшка Серафим. И когда сестры говорят, ну как же, а вот ты батюшку уйдешь, там нас закроют, тогда он говорит, что вы не бойтесь, не бойтесь, строите канавку, и антишествия не одолеют. Так вот, в самом деле, когда батюшка скончался, представился, епископ из Тамбова поехал закрывать Серафиму эту Дивеевскую обитель. Но по дороге почувствовался плохо, с полдороги вернулся и скончался. Дивеевский монастырь остался жить. Так что это проще Серафиму уже сбылось. Вот и только потом, спустя десятилетие, особенно под первым Нимус, это превратилось в новый апокалипсис. Что понимаете, все в дерьме, а мы тут в белом, в Дивеево. И по месту прописки будет зависеть спасение. Так часто случается, что чем дальше от времени жизни пророка, тем больше пророчеств всплывают и тем большими подробностями они обрастают. Приведем еще одну версию искомого пророчества в исполнении Петра Николаевича Шабельского-Борка, псевдоним Киребевич, изданный в журнале «Хлеб небесный» номер 5 1932 года в Харбине. 11 марта 1901 года в столетнюю годовщину мученической кончины державного прапрадеда своего, вложенной памяти императора Павла Петровича, после заупокойной литургии в Петропавловском соборе у его гробницы государь император Николай Александрович в сопровождении министра императорского двора генерала-адъютанта барона Фредерикса и других лиц святых изволил прибыть в Гачевский дворец для исполнения воли своего в бозе почившего предка. Умилительная была панихида. Петропавловский собор был полон молящихся. Не только сверкало здесь шитье мундиров, присутствовали не только сановные лица. Тут были во множестве мужицкие сермяги и простые платки, а гробница императора Павла Петровича была вся в свечах и живых цветах. Эти свечи, эти цветы были от верующих в чудесную помощь и предстательство почившего царя за потомков своих и весь народ русский. Воочию сбылось предсказание вещего Авеля, что народ будет особо чтить память царя-мученика, и притекать будет к гробнице его, прося затупничество, прося смягчение сердец неправедных и жестоких. Государь-император вскрыл ларец и несколько раз прочитал сказание Авеля вещего о судьбе своей и России. Он уже знал свою терновую судьбу, знал, что недаром родился в день его многострадального, знал, как много придется ему вынести на своих державных плечах, знал про близ грядущие кровавые войны, смуту и великое потрясение государства российского. Его сердце чуяло и тот проклятый черный год, когда он будет обманут, предан и оставлен всеми. Но вставала в державной памяти его другая отрадная кордена. В убогой монашеской келье перед богосветлым старцем Саровским сидит двоюродный державный прадед его Александр Благословенный. Перед образами ярко горят лампады и бесчисленные свечи. Среди образов выделяется икона Божьей Матери и умиление. Благодать Божия почивает на келье, как никогда легко и отрадно на душе благословенному царю. Тихо, как лесной ручеек, льется пророческая речь святого царца о грядущих судьбах российских. Будет царь, который меня прославит. После чего будет великой смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого царя. И дали текст с изменениями «Его самодержавие все восставшие погибнут, а я царя возвеличу». Город Париж, 1931 год. Конец цитаты. Здесь следует добавить, что хотя данное пророчество и было записано до официальной канонизации Николая II, но стихийное почитание убиенного царя началось почти сразу после его расстрела. А в 20-30-х годах прошлого века русская эмиграция почти требовала от РПЦЗ прославления императора. Так что приписываемое преподобное пророчество, мнимое или истинное, оказалось весьма кстати, вероятно, активно использовалось, а само прославление было ожидаемо. И немного об авторе. Петр Николаевич Шабельский-Борг, настоящее имя Петр Никифорович Попов, офицер-кавалерист, публицист, монархист, участник покушения в марте 1922 года на лидеры кадетов Милюкова. В году Второй мировой войны прислужник нацистов после войны эмигрил в Аргентину, где и скончался. По еще одной версии, пророчество имело письменную форму и содержалось в так называемой рукописи из полицейского архива, которую Серафим Саровский якобы передал Александру Первому во время их встречи в 1825 году. Так, например, Борис Семенович Романов в своей книге «Император, который знал свою судьбу и Россия, которая не знала», пишет «Летом 1903 года царская семья отправилась в Саров. Как верила Александра в эту поездку, она ехала поклониться мощам святого и молить его о сыне, о продолжателе рода. Но кроме этого, они узнали о том, что согласно династическому преданию, святой Серафим около 1825 года написал книгу предсказаний рода Романовых и передал ее Александру Первому во время их встречи осенью 1825 года. Неизвестно, читал ли ее Николай Первый и Александр Второй, но известно, что Александр Третий искал эту рукопись и оказалось, что она хранится в специальном полицейском архиве в департаменте полиции. Однако, как вскоре выяснилось, царскую семью ожидало в Сарове еще и личное письмо Николая Второго от старца. Что касается рукописи из полицейского архива, то ее содержание почти неизвестно. Разные источники сходятся лишь относительно небольшого отрывка из нее. Будет царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого царя и его собдержавие, все восставшие погибнут, а Бог царя возвеличит. Конец цитаты. И так далее по тексту. По неподтвержденным слухам исследователи мистических тайн предполагают и так далее. Куда более заслужащего доверия нахожу другое исследование относительно данного вопроса изложено в статье писателя историка русской культуры Александра Николаевича Стрижева, чего не изрекал преподобный Серафим к вопросу о псевдоцерковном мифотворчестве. Наибольшие сомнения вызывают некоторые нарративные по-другому устные источники. Особенно часто их используют когда речь заходит о предречениях святого Серафима относительно судьбы последнего царя Николая Второго. Тут в ход пускаются и анонимные свидетельства выхваченные из книжки либерального историка Мельгунова «Последний самодержец», выпущенные в свет между февралем и октябрем 1917 года в пору безудержного шельмования государя, императора и его семьи. Предречение преподобного относительно царя Николая Второго будто бы гласило «В начале царствования всего монарха будут несчастья и беды народные, будет война неудачная, останет смуту великой внутри государства, отец поднимется на сына и брат на брата, но вторая половина правления будет светлая и жизнь государя долговременная». Намеки на долговременную вторую половину правления Николая Второго не оправдались. И это неудивительно, ведь преподобный Серафим, если верить Матавилову, высказывался так, подразумевая царствование Николая Первого, в его правлении был и дворянский бунт, и бедственная чума 1830 года, и неудачная Крымская война. Об этом и говорилось в письме Матавилову Александру Второму. Амельгунов, не имея документа, опирается на устное предание. Текст этого предсказания, поясняет он в своей книжке, был якобы записан каким-то генералом и для сохранности положен в архив жандармского корпуса. Говорят, что Александр Третий тщетно искал этот документ, пророчество касалось всех царствований, но когда догадались обратиться в департамент полиции, то желанная бумага нашлась. Правильно пишет, бумага нашлась, только таскалась она не в царствовании Александра Третьего, а в 1906 году, искали ее по требованию императрицы Александры Федоровны, пожелавшей прочесть пророчество преподобного Дому Романовых, ведь об этом пророчестве настойчиво твердила молва. Говорилось даже о неком письме старца Серафима, адресованном лично Николаю Второму. Запрос императрицы поступил к архивистам, и они стали искать. Никакого личного письма старца к императору Николаю Александровичу, прославившему Богу Серафима, не оказалось. Зато это сказали те самые письма Мотовилова к Николаю Первому Александру Второму, о которых упоминалось выше. Письма эти отложились в архиве Третьего отделения ганцелярии его императорского величества по Мельгунову в архиве Шандармского корпуса. В письмах были подчернуты строчки, содержащие предречение императору Николаю Первому, но возможно представляющие интерес и для текущего царствования. Если все подчернутые строчки собрать, то получится единый текст, который при желании и неудержимой фантазии можно было бы назвать письмом святого Серафима императору Николаю Второму. Назвать так при большом желании можно, но ответственные историки любят точность, и предречение, сделанное для другого императора и для другого царствования, нельзя произвольно переносить из эпохи в эпоху. Конец цитаты. Добавим для ясности понимания, что искомого пророчества в письмах Матавилова тоже нет. В заключении можно задаться вопросом, какая разница, подлинное пророчество или нет, когда оно в точности сбылось. Все же, на мой взгляд, это не повод слухи и домыслы выставлять за историческую истину, а не весь кем произнесенные слова, пусть даже сбывшиеся, влагать в уста святого, особенно, если они использованы будут для того, чтобы сбылись. Мне не удалось не подтвердить неопроверные слова, приписываемые преподобному, быть может потому, что... был такой китайский мудрец Конфуций, так вот он говорил, очень трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно, если там ее нет. Продолжение следует...